Здравствуйте, с вами Алексей Сыпачевский и канал ТТ Максимум. Сегодня я расскажу о роли губки у длинных шипов. Часто задают вопрос об этом, на что влияет толщина губки у длинных шипов. И по моим наблюдениям большинство людей этого не знает, даже многие мастера-защитники, которые играют длинными шипами, тоже не знают на что влияет толщина губки. Толщина губки влияет на несколько игровых параметров. Напомню, сейчас речь идет только о длинных шипах. Влияние толщины губки на все накладки это слишком большая тема для одного ролика. У длинных шипов толщина губки обычно повышает силу отскока. Не всегда. Почему не всегда? Потому что бывают очень тухлые губки, которые затухляют отскок и тогда увеличение толщины губки не увеличивают отскок. Но обычные губки, у которых рост толщины дает увеличение отскока, вот они увеличивают силу отскока. Кроме этого, чем толще губка, тем более траектория полета мяча становится похожа на то, что идет от гладкой. То есть, чем тоньше губка, тем больше это от гладкой отличается по полету. Чем толще, тем ближе к гладкой. И есть еще два параметра, о которых как раз обычно не знают. Первые два я назвал, это то, что более-менее людям понятно. Два оставшихся, которые я сейчас назову, о них обычно не знают или не понимают, что с ними. Чем больше толщина губки у длинных шипов, тем меньше реверс вращения при подрезке. И чем больше толщина губки, тем выше темп возврата. А меньшая толщина губки соответственно увеличивает реверс, но уменьшает темп возврата. Соответственно, если мы хотим делать более сильный запил, лучше брать самые тонкие губки 0,5-0,8. Единичка уже будет заметно слабее пилить. А толстой губкой, типа 1,3-1,5, большинство вообще запил выдать не смогут. Будет возвращаться мяч близкий к плоскому. Так что, если хотим сильно пилить, то толщина губки нужна минимальная. Но с повышением уровня игры, почему многие высокоуровневые защитники играют на более толстой губке, там начинает большую роль играть темп игры. То есть не сила запила, а по запилу там на том уровне уже не ошибаются. А вот наращивание темпа игры дает меньше времени нападающему на подготовку атаки. И поэтому на более высоком уровне часто играют более толстыми губками вот по этой причине. Еще один момент, на который влияет толщина губки. Это мягкость либо жесткость чувства. Чем толще губка, тем мягче чувство. И также толщина губки влияет на вес накладки. Если губка очень-очень такая мягкая, пористая и она весит очень мало, то там увеличение толщины особо не скажется на увеличение веса. Но если губка более плотная и жесткая, то там чем толще губка, тем больше будет вес и это будет заметно. Так что если вы что-то себе подбираете по весу, то имейте в виду в зависимости от типа применяемой губки, что увеличение толщины губки приведет к увеличению веса у тех губок, которые жесткие и плотные. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях под роликом и я постараюсь ответить. С вами был Алексей Сыпачевский и канал ТТ Максимум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok